Здравствуйте! Это программа «Право знать». Мы обсуждаем острые темы и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители нашего региона. И сегодня мы поговорим о профилактике краж, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как от них уберечься? Какие способы хищения существуют? На эти и другие вопросы нам ответит прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Саратской области Роман Дмитриев. Здравствуйте, Роман Олегович! Здравствуйте, Павел! Скажите, насколько часто в нашем регионе совершаются киберпреступления? Прокуратура области уделяется пристально внимание данной проблеме. Постоянно проводится анализ состояния данной преступности. В настоящее время, к сожалению, можно отметить неуклонный рост данных преступлений. Если за 2019 год у нас, получается, был рост 67% с прошлым периодом, то за истекший период 2020 года у нас рост 108%. В основном, конечно, нужно отметить, что это имущественное преступление, кражи и мошенничество. Прокуратура области осуществляет постоянный контроль за данным направлением. И надо отметить, что в прошлом году за весь 2019 год было более чем 3,5 тысячи таких преступлений. То в этом году уже 5,5 тысяч. Это свидетельство о том, что эта тенденция имеет продолжаться и продолжаться дальше. Я так понимаю, существует некая статистика. Вот расскажите, какие способы используют преступники, чтобы обмануть саратовцев? Знаете, одной особенностью данного преступления является бесконтактное общение с потерпевшим. Одним из наиболее таких часто встречающих способов, это когда звонят, представляются представителям банка или другой кредитной организации, и просят предоставить свои личные данные. Пароли, пин-коды от карт. Люди доверчивы, как правило, или пугаются состояния своих денежных средств. Они отдают злоумышленнику необходимые данные, вследствие этого происходит съем денежных средств. Очень часто встречаются случаи, когда звонят, как по объявлению, о продаже какой-нибудь вещи, в основном на авито выставляют которые, и просят внести какой-либо задаток, либо просто сообщить данные своей карты. Вполне достаточно бывает преступникам, чтобы завладеть денежными средствами. Также бывают случаи, когда злоумышленники звонят, как правило, пенсионерам и сообщают, что им положена какая-то выплата определенная за приобретение каких-либо лекарств, и просят перечислить определенную денежную сумму для вознаграждения адвокату или представителю в суде, чтобы данную сумму пенсионеры получили. Скажите, а как происходит кража денежных средств граждан? К примеру, к вам приходит смс-сообщение. Вам интересно, что делать? Вы перезваниваете по указанному в смс-сообщении номеру, и происходит следующее. Либо с вашего счета, привязанного к вашему номеру телефона, автоматически снимаются деньги, либо на ваш звонок ответит мошенник и сделает все, чтобы вы им, как я указывал выше, продиктовали свои паспортные данные или данные вашей карты. Очень часто случаются случаи, когда приходит сообщение с номера, очень похожего на Сбербанковский 900. На самом деле, вместо двух нулей, там стоят две буквы О. Зачастую потерпевшие воспринимают этот номер как номер Сбербанка и также перезванивают по этому номеру. И происходит, как указано выше, либо автоматический съем денежных средств, либо берет трубку мошенник и раскручивает по известной схеме. Но я так понимаю, гражданам нужно быть, что, внимательней? В первую очередь, надо помнить, что все банки подбеждают о том, что никогда сотрудник банка не будет звонить и требовать сообщить ему какие-либо свои личные данные. Если вам позвонили или сказали, что вам нужно продиктовать пин-кон от карты, либо три обратных цифры со стороны, либо еще какие-то персональные данные, это однозначно звонят мошенники. Потому что сотрудник банка никогда, ни под каким предлогом, не будет просить номер личных данных. То есть нужно прежде быть всего внимательным? Потому что иногда те же мошенники, когда звонят, они, грубо говоря, обращаются по имени и отчеству. Есть одна проблема, которая заключается в том, что зачастую у мошенников имеется доступ к базе данных банков и мобильных организаций. И мы, естественно, боремся с этим. У нас есть прямые контакты с банковскими учреждениями, с мобильными операторами, которые также все это дело контролируют и не допускают утечки личных данных клиентов вне базы данных. Вместе с тем, такая утечка все равно периодически происходит. Эти данные попадают к мошенникам. Туда могут войти как и фамилия, имя, отчество, адрес проживания. То есть, когда мошенник разговаривает с потерпевшим, он обладает достаточным количеством информации, чтобы убедить потерпевшего, что он разговаривает именно с сотрудником банка. Ну вот, коль уж мы начали разговаривать о борьбе с этими преступлениями, что делается? Прокуратуры Царатовской области. Этот вопрос, как я уже пояснял выше, является на нашем постоянном контроле находится. Мы координируем действия правоохранительных органов. У нас недавно было проведено совещание в мае месяце этого года, где мы обсуждали эти проблемы. В сентябре этого года у нас запланировано большое коордиционное совещание, где будет также поставлен этот вопрос. Мы находимся на постоянной связи с банковскими организациями и мобильными операторами, где они обмениваются нами информация о той проделанной работе, чтобы предотвратить данный вид преступлений. А подскажите, а как все-таки поступить гражданам, которые попались на уловку мошенникам и злоумышленникам удалось совершить хищение и завладеть денежными средствами? Что делать потерпевшей стране? В каждом случае, если произошло инсанкционирование хищения денежных средств карты, заявителю нужно необходимо в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы с заявлением, где нужно сообщать о всех обстоятельствах совершенного преступления. К сожалению, бывают случаи, когда сотрудники полиции отказываются принимать заявление. В данной ситуации потерпевшим необходимо незамедлительно обращаться либо в районную прокуратуру, либо прокуратуру города Саратова или в прокуратуру Саратовской области. Есть горячий телефон прокуратуры Саратовской области 49 66 78. По данному телефону можно круглосуточно обратиться в прокуратуру области и ваше заявление будет рассмотрено. Ну то есть сначала все равно нужно попытаться сделать заявление в полицию или можно же сразу звонить в прокуратуру? У нас законодательство не предусматривает, что прокуратура проводит процессуальные проверки, возбуждает уголовные дела. Поэтому в первую очередь это обязанность сотрудников полиции регистрировать заявление, осуществлять розыск преступников. Но любое действие либо бездействие сотрудников полиции может быть обжаловано в прокуратуру района. Все должны понимать, что только незамедлительно информирование об этом факте правоохранительных органов может как-то предотвратить это преступление или не дать попасться на уловки мошенникам. Я так понимаю, что жертвами мошенников могут стать как молодые, так и люди в возрасте. Вот ваши советы, как не попасться на удочку мошенникам, что нужно делать? Знаете, во все времена жили люди, которые могли кого-то обмануть или одурачить. Поэтому самое главное в данном вопросе это бдительность, еще раз бдительность. Не надо ни под каким предлогом сообщать третьим лицам свои персональные данные, данные своих карт. В случае поступления каких-либо звонков о том, что пострадали близкие, нужно сразу, незамедлительно им перезванивать и уточнять обстоятельства совершенного. Только в таком случае при надлежащей бдительности можно уберечь себя и своих близких от совершения этих злободневных преступлений. Роман Олегович, спасибо, что пришли к нам в студию и дали советы нашим телезрителям, саратовцам, как не попасться в руки мошенников. Я очень надеюсь, что мои советы пригодятся и помогут предотвратить хоть небольшую часть преступлений. Спасибо нашим телезрителям. Я напоминаю, что вы тоже можете задать любой интересующий вас вопрос сотруднику прокуратуры Саратовской области. Для этого необходимо отправить его на почту info.sabakasaratov24.tv или написать нам в инстаграм и следить за ближайшими выпусками. Это была программа «Право знать». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин